Недавно делал видео про публичные компании черной и цветной металлургии, где показал, как изменялась их рыночная стоимость и кратко рассказал про отрасль. И о том, что производство металлов очень энергоемкий процесс. Добрый день, меня зовут Николай Помещенко, проект Мир в экономике. Это видео про электроэнергетику России. Она делится на три основных отрасли. Первая отрасль – компании-производители электрической и тепловой энергии. Во второй – компании, занимающейся передачей и распределением электроэнергии. Третью занимают бизнесы, которые продают энергию непосредственно потребителям. В конце нулевых после реформирования электроэнергетики РАО ЕС было ликвидировано, а на ее месте возникли государственные естественно-монопольные компании, а также приватизированные генерирующие из бытовые компании. В визуализации вы видите лидеров по рыночной стоимости по кварталам с 2012 по 2021 годы. Если компания в диаграмме, значит ее акции обращаются на биржи в этот период. Всего в 2012 году на московской бирже котировалось 60 акционерных общества электроэнергетики. В 2021 году осталось 52 ПАО. За тот же период рыночная оценка всей отрасли выросла с 1,6 триллионов до 2,7 триллионов рублей. В визуализации видно, что лидеры по стоимости – это публичные генерирующие компании. Рассмотрим их отдельно. После реформирования РАО ЕС и приватизации ее активов, образовалось 14 территориально генерирующих компаний – ТГК. Большинство гидроэлектростанций вошли в Росгидро, а крупные тепловые электростанции были объединены в 6 ОГК. Атомных электростанций в РАО ЕС не было, в 1992 они были переданы в концерн Росэнергоатом. Посмотрим на данные московской биржи. В 2012 году вся публичная электрогенерация России – это 1 триллион рублей и 21 компания. В середине 2015 года уже 750 миллиардов рублей, а в 2021 – 1900 миллиардов рублей. Из 21 компаний на бирже осталось 17 ПАО. Среди самых дорогих – Интеррао, единственный экспортер электроэнергии из России. Владеет активами не только у нас, но и в странах Европы и СНГ. Интеррао является крупнейшим владельцем с бытовых организаций, о которых речь пойдет чуть позже. С 2012 года Интеррао в топ-3 крупнейших публичных генерирующих компаний России, вместе с Росгидро и Юнипро. Среди самых дорогих – НЛ Россия, Иркут Энерго, МОС Энерго и Волжская ТГК, о которой вы можете посмотреть отдельное видео, там была очень некрасивая история с акционерами. Компания сейчас называется Т-Плюс, она ушла с биржи в 2016 году. Ссылка будет в описании. Интересно отслеживать связь генерирующих компаний с важными отраслями промышленности и экспорта России. Можно находить эту связь по территориальному признаку компании или по составу акционеров. Можно оценивать потенциал крупного потребителя энергии и потенциал региона. Кстати, таможня России регулярно публикует данные об экспорте электроэнергии. В 2019 можно увидеть появление в лидерах международной компании Олега Дерипаски – N-Plus Group. На сегодня эта компания занимает первое место по стоимости. Изначально она создавалась как акционер предприятий алюминиевой промышленности, но очень скоро стала приобретать активы электроэнергетики. Для производства алюминия доступ к дешевой энергии – основное конкурентное преимущество. В 2010-х N-Plus приобретал доли в Росгидро, Иркут Энерго. В 2016-м полностью выкупил долю в Красноярской ГЭС, которую вы также могли видеть в инфографике среди самых дорогих генераций. Хорошо, энергия получена. А кто может перераспределять ее внутри страны и доставлять конечному потребителю? Кто владеет линиями передач и трансформаторными подстанциями? Следующая отрасль – отрасль естественных монополий и максимального государственного участия – операторы электрических сетей России. Сейчас вы видите российские сети, подконтрольные ему межрегиональные сетевые компании и магистральную сетевую ФСКС. Вся отрасль оценивалась рынком в 500 млрд в 2012-м, 250 млрд в 2014-2015-м, а в конце третьего квартала 2021 года общая капитализация сетевых компаний – 800 млрд рублей. Интересно, что с 2017 года в топ-3 закрепился Ленэнерго, потеснив электросетевую компанию из Москвы МАЭСК. Еще можно увидеть изменения стоимости компании в связи с объявлением дополнительной эмиссии акций. Доп-эмиссии в дочках Россети и самой материнской компании – дело регулярное. Если акций становится больше, а капитализация компании не изменяется, вряд ли это может нравиться частным инвесторам. Переходим к сбытовым компаниям – тем, кто продает электричество и тепло потребителям. Таких компаний на бирже сейчас больше всего, но стоят они, конечно, недорого относительно генерации сетевых. Сегодня все публичные сбытовые компании рынок оценил в 65 млрд рублей. В связи с запретом на совмещение в рамках одного юридического лица или группы аффилированных лиц естественно монопольных – передачи и диспетчирования – и конкурентных – генерации и сбыт видов деятельности, было разделено подавляющее большинство муниципальных энергокомпаний, из их состава выделены сбытовые компании. Эта отрасль больше про услуги. Компании покупают энергию у производителей и продают ее потребителям. Вот такое получилось видео. Надеюсь, вам оно было интересным и полезным. Пишите ваши отзывы, комментарии. Следующие будут еще интереснее благодаря вашей критике. Обращаю внимание на то, что эту информацию самое интересное, как я считаю, использовать – это сопоставлять изменения стоимости компаний, рыночной стоимости с историческими событиями и с тем, что вообще происходило в мире. Какие-то отдельные компании показывали лучшие результаты или худшие, в зависимости от того, какие риски и ожидания инвесторы связывали вот с ними. Просто обращаю ваше внимание на то, что рыночная стоимость как раз про это. Она учитывает много факторов, которые, на первый взгляд, нам не видны, помимо активов, пассивов, долгов, нераспределенной прибыли, номинала. Все-таки, да, рыночная стоимость, она, мне кажется, самая лучшая из худшего, но лучшая все-таки. Пока!